Девушки отдыхают Разработки критериев оценки влияния игр как одного из популярных увлечений в молодежной среде и воспитательном аспекте Если проще, то Миноборонауки хочет понять, как оценивать влияние игр про Великую Отечественную войну и какие из них привлекают молодежь Чем это грозит нам? Пока трудно предположить Дмитрий Медведев, он уже заявлял, что нам нужен свой World of Warcraft, но дальше тендер на разработку движка делом не зашло А вот шведский шутер с плохими русскими действительно влияет на молодежь Как минимум сдавляет шевелить мозгами, больше обычно В карте из нового DLC появилась пасхалка, которая заставит вас очень много бегать, думать и писать Ручкой, на бумаге Если вы хотите получить этот уникальный камуфляж, ранее доступный только разработчикам, то ссылка на видео есть в описании Но поверьте, вам надо будет потратить очень много времени, так как несколько условий загадки будут меняться специально для вас Хотя гайты сэкономят вам десяток часов и полкило нервов У меня только один вопрос. Как? Ну вот как они поняли, что этот мигающий фонарик это код Морзе? Я бы за решение такого давал бы людям следующий Battlefield со всеми дополнениями Ну хотя бы первым Или например Oculus Rift, чем не награда, тем более шлем уже не за горами Его выход запланирован на первый квартал 2016 года, но предзаказа до сих пор нет Палмер Лаки успокоил потенциальных покупателей, заявив, что предзаказ откроется во время, либо после CES 2016 Напомню, что эта техновыставка проходит с 6 по 9 января в Лас-Вегасе Надеюсь, нам покажут что-то вроде настоящего Star Destroyer, он даже инженеры с YouTube-канала Fleet Test смогли Я даже прощу им то, что в фильме пропеллеров не было Вот только уничтожить такой корабль сможет максимум звезду Дома 2 Или Джастина Бибера Наверное, Кайло Рен расстроился бы и написал об этом в Твиттер Нет, серьезно, пока у вас горит от новых звездных войн, у парня по полной горит сентябрь У Твиттера, кстати, уже 52 тысячи подписчиков И неспроста, злодей обнажает нам свою юношескую душу Эх, а кто из нас в 17 не писал что-то такое же ванильное? Я скучаю по Дарту Вейдеру каждый день, хотя я никогда не встречался с ним У Дарта Вейдера не было отца, я ему завидую Отец не понимает меня, меня никто не понимает, кроме тебя, дедушка Но надо помнить, что Звездные войны — это не только ныть в Твиттер, но и сражаться на световых мечах Теперь ты можешь сделать это в Fallout 4 Кто-то мне говорил, что это Скайрим без мечей Теперь Скайрим с мечами Вот только сына с таким оружием лучше не ищите В Звездных войнах это обычно плохо заканчивается А лучше идите в GTA V Там можно полетать на нормальном Star Destroyer И даже на Тысячелетнем Соколе И это была еще одна новость про Звездные войны Готовьтесь, так будет каждый год Правда в следующем году в вашу любимую игру добавят не только меч, но и синий цвет кожи Джеймс Кэмерон заявил, что новый аватар Нет, не тот Да, этот Выйдет под новогодние праздники 2017 года Потом 2018, потом 2019 Никогда не шла война этих двух фандомов, но кажется пора Главное в этой войне не забыть про новогодние настроения Вот Турелли из Портал желает вам счастливого Нового Года, здоровья и добра Ой, нет, только счастливого Нового Года Хотя и в этом я не уверен А я, пожалуй, пошел, пока они меня не заметили С вами был Павел Пивоваров Поаккуратнее там на распродажах, сами знаете где И до встречи завтра на том же самом сайте Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok